Всем привет! С вами Акирич Блох. И сегодня будет озвучиваться немножко, уже не так же вытрепещущая тему, но тема, которая повлияла на судьбы многих людей. Сегодня я обозреваю термометр, который очень долго шел ко мне, довольно проблемно тернистым путем, несколько заказов сорвалось, но в конце концов я его все-таки получил. Получил я его не себе, я его заказываю на подарок, но мы сегодня его посмотрим и узнаем, что такое современный термометр бесконтактный, инфракрасный. И давайте посмотрим, давайте заглянем. Я, честно говоря, скрываю эту упаковку в первый раз, то есть, понятное дело, что для меня это будет тоже первое впечатление, хотя, честно говоря, я с инфракрасными термометрами знаком, причем не сколько с пользовательскими решениями, такими как вот сейчас, а сколь с клирами, то есть так называемыми профессиональными устройствами, которые предусматривают использование на промышленности. Сейчас мы немножечко здесь подрежем. Здесь у меня есть упаковка, и вот, пожалуйста, отпустяно. Мы сейчас доберемся до внутренностей. Открываем упаковочку, и тут у нас есть такая вот коробочка. Доставлялось все через новую почту. Как видите, доставлялось все довольно «хорошо» в кавычках. В данном случае у нас термометр NX2000. Честно говоря, я не могу сказать, что это какой-то идентичный. Почему-то здесь есть наклейка какого-то израильского предприятия, хотя я заказывал на Алиэкспресс. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. У нас здесь внутри термометр без элементов питания. Вот здесь есть такая наклеечка защитная. Что-то как-то странно приклеено. Можно измерять температуру объекта с переключателем. Есть режим. Можно измерять температуру тела. А также есть режим настроек. Давайте мы сейчас в него вставим батареечки и посмотрим, что из себя эта штука представляет. Кроме того, еще в упаковке есть у нас такая замечательная штука, как инструкция, довольно крупная. Но единственный минус, она полностью на английском языке. И короткая информация о характеристиках приведена на коробке. Давайте посмотрим. Запустим аппарат. Несмотря на то, что на сайте указано, что нужны батарейки типа размера АА, здесь же по факту даже на коробке указаны 3А, и это к этому надо быть готовым. Давайте вставим их. К сожалению, здесь снизу нет нормальной маркировки. В принципе, как видите, даже крышка не очень хорошо открывается. Нет нормальной маркировки, где нужно ставить батарейку, какой стороной. Поэтому можем с первого раза не угадать. Итак, вставляем. Нажимаем на кнопочку и пробуем. Я надеюсь, вам на экране видно, но на самом деле подсветка гораздо ярче. Это чисто из-за динамических характеристик камеры. Вот такой вот прикол происходит. У него есть подсветка зеленого цвета. Вот, как видите, через 15 секунд автоматически отключился. Мы меряем свою температуру. У меня сейчас реально температура нормальная. Я единственное немножечко вспотевший, поэтому вот такое вот снижение. Если говорить за объекты, то можем привести пример. Есть тут режим отдельный. Переключаем его в режим Surface. И, допустим, сейчас возьмем на едва нагретую коробочку. Выстрелим. Это у нас режим. У нас он почему-то не захотел определять. Мы сейчас еще раз попробуем. 29,1. Вот она сейчас у нас на балконе где-то порядка 26-27 градусов. То есть штука довольно удобная. Маленькая, в принципе, не требующая многих большого объема знаний. Можно помимо того, что мерить температуру тела, можно померить еще и температуру объектов. Если вы собираетесь его использовать в радиотехнике, то можно посвятить на определенный резистор или элемент платы и понять, где находится сбойный элемент. Хотя, конечно, для этого лучше все-таки подходит тепловая камера. На этом я с вами раскланяюсь. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok